Добрый вечер, дамы и господа, и ко мне очередные вопросы. Друзья, поддержите, кому интересно. Вопрос насчет Меркаба и Око Возрождения. Интересно мнение Руслана по этому поводу. Как на него повлияли эти практики и что они дали? Меркаба только начал делать, но уже почувствовал ее действия. Тело словно наполняется новыми энергиями, любовью и светом. Сначала появляется ощущение, как говорит Руслан, многомерности, бесконечности. Пока не так явно, я только начал. Очень необычно. Око Возрождения тоже делал, чувствовал то же самое, но немного другое. Друнвал Амельхиседек говорит, что Меркаба это ключ на пути к четвертому измерению. Осознанию своего Я, подвижению в более высшие миры и повышению вибраций. Благодарю всех. Ну и проголосовало 19 человек. Поэтому я отвечаю на вопрос, заданный вчера или там 12 часов назад. Сегодня так. Меркаба, как повлияли практики. Меркаба я еще когда-то, когда я еще работал курьером в Петербурге, это был где-то год 2006, где-то там, около этого. Я читал книгу Друнвала Амельхиседека и просто на ходу. Такая интересная была, что я буквально иду по адресу, доставляю какое-то там письмо или забираю заказ из офиса. И иду пешком, и просто разворачиваю книгу и читаю просто на ходу. Вот так у меня, а так интересно, он пишет, интереснейший автор. И читаю как раз технику Меркаба. Она меня настолько впечатляет, что я захожу в ближайший офис, потому что эта книга была взята на прокат у других людей. Я знал, что надо отдавать, и поэтому я решил, захожу в офис, где там спрашиваю, есть ли у вас ксерокс, и спрашиваю, можно ли копировать страницы книги. Они спрашивают, они отвечают, можно. Я начинаю копировать на ксероксе несколько листов одной из таких, такой практики, название у нее, по-моему, Меркаба, 18 или 17 дыханий. И я беру отпуск, и начинаю, там, неделю, по-моему, взял, и начинаю пробовать эту практику, но я ее не делаю до конца. Там у меня свои сознания происходят. Мне на какой-то стадии этого дыхания у меня начинается то, что вам здесь непросто и передать, и вспомнить, как там, что было. Я ее так не довел до конца. Может быть, когда-нибудь доведу, попробую, что будет, если я до конца доведу. Но мне хватило тех дыханий, сколько там я смог осилить, потому что... Не осилить, а провести, потому что со мной... Оно мне тогда дало толчок, и меня вывело немножко в другие вселенные, чем вывело Друнвалу Мельхиседека. То, чем я сейчас занимаюсь, в том числе, это было благодаря Друнвалу Мельхиседеку и вот этой практике, хотя в какой-то маленькой степени, в небольшом проценте, все-таки на все, кем я сейчас являюсь, и что делаю, повлияло много чего. Ну, я сам, и мои высшие я, меня величит все это. Если вы найдете эту практику Меркаба в интернете, она есть, она опубликована, 18 или 17 дыханий Друнвал Мельхиседек Меркаба, попробуйте провести ее с собой. Я думаю, результаты у вас будут. Вы можете писать мне на стене ВКонтакте, или у себя на стене, где вы там, в социальных сетях, сайтах. Делиться с людьми этой практикой. Я думаю, она полезна будет для всех людей, кто ей заинтересуется, если вы будете пропагандировать, или не то слово, если вы будете рассказывать, как она влияет, и что вы достигаете при этом. Здесь результаты разнятся. Насколько я наблюдал за собой и за другими людьми, которые применяли эту практику, очень по-разному происходят. Здесь зависит от готовности. Если вы обычный трехмерный человек, или только начинаете просыпаться, и вдруг желаете у Меркаба, это же то, что увеличит мои способности, возможности. Это да, при этом Меркаба, при хорошей подготовленности, раскачанности тел, очень чистоте тела одновременно, вы сможете выйти из тела, выйти в астрал, в ментал, в многомерность, открыть третий глаз. Если вы готовы к этому, если до этого вы провели работу с собой, если вы не готовы, вы только начинаете просыпаться, если у вас свои блоки, то они начнут, там, проблемы, болезни, какие-то психологические блоки, то они могут начинать всплывать. Либо у вас повысится вибрация, состояние, если вы дойдете до какого-то предела, а дальше все не сможете. Не будет пускать какие-то закрытости, ограничения ваши. Здесь вас будет... Хотя вибрации она увеличивает настолько, не сильно так, чтобы вы скаканули сразу, сиганули в многомерности или там высокой измерении, а слегка до того предела, который позволит или выдержит ваше физическое тело и другие тела. Это стоит пробовать, но вы сами почувствуете предел. Можете испытывать. Эффекты могут быть разные. Во-первых, улучшение здоровья или ускорение всего, к чему вы стремились. Хотя для него терпение надо. И действительно стойкое явное намерение. Пробуйте, если вам это интересно. Свойства и качества Меркаба, к чему она приводит, вы можете тоже найти в интернете, почитать. Но это одна из техник, практик, которая ведет к сверхспособностям. Только начинает вести некоторых, а у некоторых добавляет какую-то еще, если они до этого имели другую. Одну, там, две. Если вам нравится дышать, и вы мастер в дыханиях разных, то Меркаба – это то, что вы сейчас можете освоить, что расширит ваши возможности. Я еще, может быть, в будущем вернусь к этой практике, потому что я еще не проверил ее до конца, не продышал полностью на все, там, 17 дыханий. Или сколько их там. Потому что меня уже выкинуло многомерность до выполнения этих практик полностью. Вот какие эффекты бывают с этого. И теперь об Око Возрождении. Это то, что мне показал один человек в 2011 году. И я и начал испытывать на себе. Око Возрождение вы также можете найти в интернете. Есть книжка про это. Если вам лень читать или долго, вы можете просто найти видео. Оно от 3-5 до 10 минут. Ну, 3-5 минут. Очень быстро показывается. Все 5 тибетских упражнений. 5 тибетских жемчужин называется. 5 упражнений, которые вы можете выполнять сами со своим физическим телом. И на это хватает минут 10 в день. Если вы хотите, можете дольше это делать. Ну, я делал где-то 1 раз в сутки. Ну, попробовал как-то 2 раза. Ну, мне хотя бы хватало 10 минут в сутки. Очень легкие упражнения. Хотя, ну, связанные с тем, что вам там... Вы крутиться вокруг своей оси, поднимать, ложиться, поднимать ноги. То есть, если у вас пресс слабый, например, вы не можете поднять ноги, оторвать их от пола. То по чуть-чуть, делая попыточки, вы так сможете чуть-чуть подраскачать свой пресс и начнете. Там очень все просто. И для среднего человека выполняется легко. Сложности там никакой. Хотя это относится к йогическим практикам. Даже для трехмерного человека очень простейшая практика. Или для среднего... Для любого школьника, например. Любой школьник выполнит все эти упражнения. Там перед... Труждаться ни в чем не приходится. Я начал эту практику выполнять и выполнял ее полгода подряд, каждый день. Там написано об эффектах, которые омолаживают человека. Я внимательно сканировал, смотрел себя. Повлияла ли эта практика на меня? Слегка. Немножечко. Потому что я еще до этой практики уже был в том состоянии, для которого эта практика служит. Я уже относительно моложе своих лет выглядел еще до этого. Уже давно. И поэтому она всего лишь... Что она сделала? Я даже не знаю, что она сделала. Она всего лишь укрепила или попыталась как-то параллельно... Ей... Помогла мне... Ей даже не знаю. Так, что же она сделала? В общем, она похоже почти... В легкой степени соприкоснулась со мной. Смогла ли она что-нибудь во мне ускорить? Маловероятно. Потому что у меня уже вибрации были повыше, чем у этой практики. Поэтому я всего лишь попытался проверить, действительно она меня сможет настолько омолодить, насколько я сам себя не омолодожу. Так нет. Ничуть. Она на меня не повлияла. Но если вы трехмерный человек, или если только вы начинаете духовный путь, если вы старый человек, если вы больной человек, если вы... У вас плохо работают чакры. Так как раз это то, что вам поможет. То есть при низких вибрациях она помогает, при высоких она бесполезна. А если вы уже здоровый, сбалансированный человек, и цветете, и пахнете, то ничего она вам может и не дать. Хотя кому как. Смотрите по себе. Чувствуйте, пробуйте. Тогда поймете, что делает ли она для вас что-нибудь или не делает. Да, она действительно может омолаживать. Да, она ускоряет вибрации слегка. Ну, для меня. Нет. Для тех, у кого низкие. Да, она как бы запускает двигатель, или начинают крутиться чакры. Но обычные физические упражнения, которые я сейчас стал выполнять, то же самое это делает. Обычная физическая зарядка делает то же самое примерно. Хотя там особенные упражнения. Все-таки эта практика направлена на проработку всех чакр по очереди, примерно сбалансирована. Разные виды других зарядок, зарядки, упражнений там. Да, запускает тоже разные. Ну, и вот такая сбалансированная техника прочистки и раскрутки чакр. Если вы чувствуете, что какая-то чакра ваша застоялась относительно других, другие гиперускоренные, так вы можете попробовать этой практикой сбалансировать все свои чакры. Да, тогда она для вас будет работать. Но я ее перестал делать через полгода, потому что не почувствовал изменений. Потому что у меня вибрации и так были высоки. Но сейчас я вот уже там сколько-то дней или недель уже начал выполнять другую практику. я ее взял я смотрел когда-то видео Джиннирику Санфайр или тот негр, который ничего не ест, не пьет. Он там около 12 лет был фруктоедом, ел одни сырые фрукты, а сейчас он уже лет 5, наверное, ничего не ест, не пьет. И при этом он занимается физическим упражнением. Он фанат, любитель, мастер физических упражнений. То есть отжиматься, прыгать, бегать, крутиться на турниках. Он любитель двигать телом, разными частями тела, мастер усилий. Он также был инструктором. То есть он и был из-за